Придает ли креатин силу? Внутриклеточной энергии, необходимая для сокращения мышц, поставляется АТФ, аденозина-трифосфат. Молекулы АТФ представляют собой три молекулы фосфата и одну молекулу аденозина. Энергия для мышечного сокращения появляется, когда АТФ утрачивает одну молекулу фосфата и преобразуется в АДФ, аденозина-дифосфат. Чтобы снова быть активным, АДФ должен обязательно присоединить молекулу фосфата и превратиться в АТФ. Эту молекулу аденозинфосфат получают от креатинфосфата. Когда креатинфосфат отдает свой фосфат, чтобы обеспечить повторный синтез АТФ, он преобразуется в креатин. Поэтому вследствие работы мышц повышается уровень креатина, а креатинфосфата понижается. Если мышцам не хватает креатинфосфата, то АДФ начинает накапливаться. В ходе исследований было установлено, что АДФ не дает мышцам сокращаться настолько сильно, насколько они могли бы. Если АДФ сразу не превращается в АТФ, он становится проводником утомления. Медицинские исследования определили, что во время интенсивных тренировок мышечный запас креатинфосфата уменьшается быстрее, чем уровень АТФ. Это дало предположение, что в энергетическом плане силовые возможности лимитируют совсем не АТФ, а практически полное израсходование креатинфосфата. Исследование, произведенное в 1992 году, убедительно наказало это явление. Хорошо тренированные спринтеры пробежали дистанцию 400 метров примерно за 50 секунд. После финиша уровень АТФ в мышцах бедер понизился у них на 27%, а креатинфосфата на 90%. Вывод. Утомление возникает не из-за нехватки АТФ, а из-за сокращения запасов креатинфосфата. Нужно ждать более 5 минут, чтобы уровень креатинфосфата достиг планки, зафиксированный перед стартом. Неполное восстановление креатинфосфата является одним из факторов, объясняющих, почему уменьшаются результаты при быстро сменяющихся интенсивных физических нагрузках. По-хорошему, было бы неплохо принимать креатинфосфат для роста его мышечных запасов. К сожалению, при приеме креатинфосфата расщепляется в процессе переваривания. Вывод заключается в том, чтобы вместо него принимать креатин. Примерно 66% мышечных запасов креатина находится в форме креатинфосфата. Прием креатина оказывает на силу следующее действие. Увеличивая запасы креатинфосфата, он замедляет процесс возникновения утомления. Креатин замедляет скорость расхода АТФ при физических нагрузках. Мышцы экономят свой АТФ, но их сила не уменьшается. Креатин ускоряет синтез АТФ в период восстановления. Креатин улучшает условия для расщепления АДФ. Эти преимущества креатина более выраженно проявляются при интенсивных физических нагрузках, продолжающихся минимум 10 секунд и неоднократно проявляются снова при ограниченном времени отдыха. Поэтому можно утверждать, что чем больше содержится мышца креатина, тем эффективнее она работает. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok